8 июля в парке Любви и Верности в городе Торжке состоялось знаковое мероприятие, приуроченное к двум датам. Это важный российский праздник, День семьи, любви и верности. А еще именно 8 июля в этом году парк Любви и Верности встретил 8 лет с момента своего открытия. Парк Любви и Верности находится в Торжке на высоком живописном берегу реки Тверцы, откуда открывается вид на город с его небольшими домами и куполами соборов. И именно благодаря предприятию Торжокский золотошвей и их сотрудничеству с музеем Пушкина стало возможным создание этого уникального места. Ну, с Олегом Алексеевичем мы сотрудничаем уже на протяжении многих лет. Благодаря его усилиям вот этот парк очень преобразился, и появилась возможность и у наших новоторов, и у гостей города приходить в такое живописное место, отдыхать душой от суеты, от городского какого-то шума. Конкретно этот праздник – это его инициатива. Сейчас парк стал визитной карточкой и любимым не только для жителей Торжка, но и многочисленных туристов из разных городов и стран. Для гостей парка работает кафе Лира, в котором всегда можно отведать не только блюда традиционной русской кухни, но и, конечно, те самые пожарские котлеты. В парковый комплекс входит дом пояса, в котором находится уникальный 12-метровый пояс с вышитой молитвой «Живые в помощи вышнего». А еще есть музейно-выставочный центр «Золотая верста». Кстати, весь музейный комплекс, созданный Торжокскими золотошвеями, входит в маршрут межрегионального брендового проекта «Государева дорога». И именно в парке любви и верности 8 июля отметили одноименный праздник, связанный со святыми супругами Петром и Февроней, покровителями христианского брака, чья память совершается в этот день. Праздник состоялся благодаря Торжокским золотошвеям, музею Пушкина и под эгидой ассоциации в поддержке культурного развития и сохранения исторической памяти, традиции духа. Дорогие инваторы, Торжокские золотошвеи 8 лет назад подумали, что бы сделать хорошего для Торжка, чтобы это было одной из визитных карточек города. И пришла идея создать этот красивый парк, парк любви и верности. Этот парк мы идею предложили совместно сделать с музеем Пушкина. Музей Пушкина, вот Наталья Викторовна здесь присутствует, директор музея. Она с удовольствием помогла, скажем так, эту идею поддержала. И сейчас мы находимся на этой площадке, которая является хорошим примером государственно-частного партнерства. У этого июльского праздника есть очень нежный символ – это ромашка. Полевой цветок, ромашка, издревле считался на Руси символом любви. На праздник были приглашены официальные гости и жители города, а также семейные пары, которые состоят в браке много лет, и знают особые секреты этого таинства. Секрет – жиждиться на любви, знакомиться, потом встречаются, любовь, жениться тоже по любви. Вот это секрет самый главный. Самый главный секрет, а точнее, наверное, даже не секрет, а вот самое важное правило – это взаимопонимание, взаимоуважение и доверие. Ну, в чем секрет? Надо терпение иметь, друг друга уважать. Ну, что еще? Здоровью бы было у всех. А вы согласны с супругой? Ну, конечно, прощать так же надо друг друга всегда. Бывает. Каждой паре были вручены пригласительные билеты на празднование дня рождения парка и дня семьи, любви и верности. Гостей также поздравил метрофорный протерьерей Николай Алексеев, благочинный Торжокского округа. Во-первых, надо знать установку, христианскую установку на брак. Два во плоти единого. И что Господь сочетал, тот человек не разлучает. Потом у нас, в основном, особенно у молодежи, понятие о браке, что это сплошное удовольствие, радость какая-то, райская жизнь. На самом деле брак – это крестоношение. Кстати, в парке любви и верности проходят выездные регистрации браков. Как отмечают сами молодожены, это место особенно счастливое. По сложившейся традиции, в конце вечера гости отпустили в небо белые шары и прошли большим русским объединяющим хороводом.